Прежде всего, давайте разберемся с той нумерацией, которая вчера нас сбила чуть с толку. Мы сейчас пройдемся по оглавлению, в общем, по темам, которые мы уже писали, и под пунктом, чтобы разобраться, где какой пункт должен быть. Первый общий пункт — это было общее направление молитвы. Это было первое. Сюда входило. Я буду использовать буквы, чтобы это было легче для нумерации. А — это было наше время. Как мы пользуемся временем? Разные виды молитвы, разное время, которое мы уделяем на молитву. Б — наше отношение к молитве. Чтобы мы молились с правильными мотивами. Имея правильное отношение к Богу как Отцу. Чтобы мы верили Господу. Чтобы мы имели искренность и честность. А также прощающее сердце. Есть это? Помните эти пункты, да? Записываю. Сюда также входило то, как мы выражаем свои бремена и чувства во время общения с Богом. Все это включалось в первый общий пункт. Потом В — это были наши объекты или субъекты нашей молитвы. То есть мы можем молиться касательно того, чтобы не подвергнуться искушению. Мы призваны молиться о делателях для жатвы. Также молиться за властей. За врагов. За себя. За больных. За тех, кто в грехе. За других служителей и миссионеров в общинах. А теперь мы подходим к пункту 2. Ну, в смысле, мы подошли. Это был Дух Святой. Назывался пункт. Сюда входили такие пункты. И опять я буду использовать буквы. А. Дух Святой научит нас. Б. Направит нас. В. Поможет в вере. Д. Г. Он иногда помазывает верующих молиться особенным образом. И это так называемая молитва в Духе. И теперь вот мы уже подходим к третьему пункту. Это разочарование и молитва. Мы вчера как раз в конце коснулись этого. И подпунктов пока еще не было. А. 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 А сейчас. То есть там нету никаких подпунктов в разочаровании молитвы. А сейчас уже четвертый пункт. Который называется церковь. Или община в единой молитве. Ключевой текст здесь в Матфея 18-19. Где написано, что где двое или трое, во имя Мое собраны, там Я посредине. Огромная сила присутствует в объединенной молитве. Писание говорит, когда двое или трое молятся о чем-то. Но представьте себе, какую силу имеет молитва, когда вы собраны вот ради таких вопросов, как сейчас вы собирались и молились. Это был хороший практический пример. Мы собираемся вместе и соединяем наши сердца, чтобы молиться о чем-то или о ком-то. В Деянии 4.24 читаем следующее. When they heard it, they raised their voices to God with singleness of heart. Master, they prayed, you made heaven, earth, the sea, and everything in them. While they were still praying, the place where they were gathered, were shaken. They were all filled with the Ruach HaKodesh, and they spoke God's message with boldness. 24, 24, 24, and because you said about the Ruach HaKodesh, they were filled. 31. Okay. 24, 24, and then jump to verse 31. Услышав это, они в едином порыве воскликнули Богу и стали молиться. Владыка, Ты сотворил небеса, землю, море и все, что в них. И 31 стих. Они все еще молились, как вдруг то место, в котором они собрались, затряслось. Все они наполнились Ruach HaKodesh и говорили Божий весь со смелостью. Я буду неоднократно, наверное, повторять в течение этой недели, что Господь призывает Свой народ молиться. Даже больше, чем когда бы то ни было, наверное. И это так, чтобы мы могли исполнить великое поручение Церкви, чтобы изменять жизни людей, семей, общин, обществ, городов и народов. Божий план заключается в том, чтобы мы молились. Потому что, когда мы молимся, Его Дух Святой двигается с властью и авторитетом. Я ниже вот у себя написал своего рода посвящение. Я осознаю прекрасное благословение молитвы. Не только в моих отношениях с Богом, но также понимая, какие сверхъестественные результаты могут от этого прийти. Я посвящаю себя тому, чтобы сделать молитву приоритетом моего сердца и говорить другим о важности этого. Это мое личное посвящение. Потому что я верю, что мы должны сделать молитву приоритетом больше, чем когда бы то ни было. Я посвящаю многие места. И я замечаю то, что огонь вот этого желания молиться за определенные вещи, он угасает. Особенно в отношении общей молитвы. Как-то я был в одном месте и сказал, давайте помолимся. И назвал тему, рассказал определенные детали. И сказал, теперь давайте помолимся. И после этого последовала полная тишина. Я не говорю, что это здесь, но во многих местах люди потеряли возможность молиться вместе. По каким-то причинам есть страх или смущение. Не знаю, какие именно причины, но такое происходит. Первый раз, когда я приехал в Румынию, например, в 89-м году, я приехал в одну церковь, в баптистскую. Мне попросили проповедовать там. Но прежде моей проповеди у них было молитвенное собрание. Я просто сидел на молитвенном собрании, потому что ничего не понимал, о чем они молятся. Кто-то чем-то делился там. Лидер говорил, например, давайте помолимся. Все вставали и молились одновременно. Я думал, что это так прекрасно. Это было сравнимо с большой волной молитвы, которая накатывалась. Это один из способов, как можно молиться. Иногда просто нужно, чтобы люди молитвенно пели. Один за другим, может быть. Но тишина, которую я вижу во многих местах, для меня она пугающая. Потому что я считаю, что если мы не вернем этот огонь в наших сердцах, чтобы молиться, тогда мало что произойдет. Сделайте молитву приоритетом в вашей жизни. Это значит, что вы делаете это не тогда, когда вы находите время, или когда вы думаете, что вы хотите помолиться. Пусть это будет для вас приоритетом. Вы должны говорить, что это то, что я собираюсь сделать. Я верю, что работа дьявола заключается в том, чтобы усыпить церковь. Чтобы она потеряла свою страсть по молитве. Это было мое введение. Теперь перейдем к основному блюду. Прежде всего, я хочу поговорить о трех видах молитвы. 1 Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стих. Вы зададите вопрос, как это связано с молитвой, но я вам попозже на него отвечу. «Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, lust of the flesh and the lust of the eyes and the vain glory, is not of the Father, but it is of the world. And the world will pass away, and the lust thereof. But he that does the will of God abides forever. Не любите мира и того, что в мире. В том, кто любит мир, нет любви к Отцу. Поскольку все, что в мире, желания старого естества, желания глаз и житейские притязания, не от Отца, но от мира. Мир же исчезает, и все вместе с Ним. Его желания. Но тот, кто исполняет волю Бога, будет жить вовеки. Как я сказал прежде, я считаю, что это ключ к успешной молитве, молитвенной жизни. Если мы любим Отца, тогда мы будем хотеть общаться с Ним. Мы будем хотеть быть в Его присутствии. Это ключ к мощной молитвенной жизни. Ваши отношения с Отцом очень важны, как я уже говорил ранее. И какие же есть виды молитвы? Кто-то может сказать, что их больше, чем три. Но я считаю, что как минимум их три основных. Первое. Это личная молитва. Все мы нуждаемся в этом времени с Богом. Как я сказал, Вы должны сделать это приоритетом Вашей жизни. Я также говорил, что нужно выделять время для того, чтобы приходить в Божье присутствие. Самый лучший отрывок, который касается этого вопроса, это Матфея 6. Пятый, шестой стихи, мы вчера об этом это читали. Давайте еще раз прочтем. Когда молитесь, не уподобляйтесь лицемерам, любящим молиться, стоя в синагогах. И на углах улиц, чтобы люди видели их. Да, говорю вам, они уже имеют свое вознаграждение. Но ты, когда молишься, войди в комнату свою, закрой дверь и молись Отцу твоему втайне. Отец твой, видящий совершенное втайне, вознаградит тебя. Здесь Сам Ешуа говорит о нашей личной молитве. И Он дает определенные инструкции. Другие инструкции мы видим в так называемой Господней молитве. Или Отче наш, если у нас будет время, мы коснемся этого. Но здесь Ешуа говорит о двух пунктах, касающихся личной молитвы. Первое касается лицемерной молитвы. Он говорит, что когда вы молитесь, вы не должны это делать, как делают лицемеры. Что они делали? Они остановились и привлекали внимание своей молитвой. Они пытались сделать свои молитвы такими красивыми, которые бы ласкали слух других людей. И чтобы люди поражались, какие слова эти люди используют в молитве. Я научился в своей молитвенной жизни быть больше простым. Особенно, когда я в присутствии других людей. Я иногда слышал такие слова в мой адрес, что я бы хотел научиться молиться, как ты. И я сказал, что не надо учиться, как я, просто это твои отношения с Богом, с Отцом. Но я думаю также, что люди боятся молиться в моем присутствии, потому что думают, что они не смогут так, как я. В своем сердце я не делаю это для того, чтобы с лицемерием или с намерениями такими. Я просто изливаю мое сердце перед Богом. Но я понимаю, что те, кто могли быть недолго верующими, могут считать, что они никогда не будут способны молиться так, как я. Поэтому порой я краток в своих молитвах и прост. Эти лицемеры, они хотели, для чего они так делали? Чтобы их услышали другие люди. Но это не касается общения с Богом. Они хотели, чтобы другие видели, что жизнь этих лицемеров, она свята. И Ешуа сказал о них, что они получили свою награду. Они искали почестей. Когда вы молитесь, вы не должны этого искать. Вы должны искать того, чтобы почитать Бога. Все, что мы делаем для Бога, должно быть направлено на то, чтобы почитать Его, чтобы Он принял славу, чтобы была высвобождена эта слава в Его адрес. Это то, о чем мы должны не забывать в наших жизнях. Потому что это очень легко внедряется внутрь нас. Не используйте это в молитве. Если вы так будете поступать, то тогда почитание от людей будет единственным, что вы примете в этой жизни. Второй момент, который Он здесь отмечает, когда Он говорит непосредственно о самой молитве. Пятый стих, когда... В смысле, шестой стих. Когда ты молишься, войди в комнату свою. Как мы увидим дальше, это никак не касается или не противоречит общественной молитве. Здесь Ишуа просто попросту пытался донести нам, чтобы мы не устраивали шоу из молитвы. Вопрос в мотивации. Какая у нас мотивация для молитвы? Она направлена на то, чтобы нас услышал Бог или услышали другие люди? И Ишуа здесь говорит непосредственно о каждодневной, регулярной молитве, потому что Он говорит, когда молишься. Мы должны войти в то состояние, когда мы способны так поступать. Чтобы Богу, вся слава шла Богу. Чтобы вы могли фокусироваться на Господе в ваших молитвах. Когда вы наедине, у вас могут быть самые потрясающие моменты с Господом. Вы не переживаете по поводу того, кто рядом с вами. Вы закрываетесь для того, чтобы иметь свое личное время с Богом. Основание молитвы. Следующий пункт, касающийся личной молитвы, заключается в том, что личная молитва основана на конкретных заповедях. Мы должны молиться, потому что Писание заповедует нам делать это. И так как наша молитва основана на обещаниях и заповедях Писания, тогда, значит, она должна стать для нас регулярным действием. Вы можете прочитать следующие тексты в отношении этого. Это ваше домашнее задание. Матфея 6, 12. Иакова 1, 15. 1 Иоанна 1, 9. Прочтите эти отрывки для себя. Это заповеди и обещания, касающиеся молитвы. Это гармония со Словом Божьим. Третий пункт, что мы должны молиться в гармонии с Словом Божьим. Когда мы молимся, мы должны видеть, что наша молитва основана на Писании. Когда мы молимся, мы должны понимать, что Господь ответит на нашу молитву. Иногда просто нужно использовать Слово Божье, чтобы молиться. Когда, например, вы молитесь за больных, не то, чтобы Бог забывал, но мы можем говорить Богу, напоминать Ему об Его обещаниях касательно, например, исцеления. Например, мы можем сказать, Боже, Ты обещал, что Ты ответишь на молитве, что Ты исцелишь. Мы молимся об этом для этого человека, чтобы Ты возложил свою исцеляющую руку на них. У нас есть определенные обещания касательно наших каждодневных нужд, но нет конкретных указаний. Бог сам решит, как ответить на наши нужды, как восполнить их. Позвольте Богу восполнить ваши нужды так, как Он это хочет сделать. Римлянам 1, 9, 10 Не было гарантии, что просьба Павла прийти в Рим была бы отвечена. Мы знаем, что позднее все-таки ответ был, и Павел отправился в Рим. Но то, как он пришел в Рим, я думаю, что об этом он не просил и не мечтал. Потому что он отправился в Рим уже как заключенный. Я думаю, что он предпочел бы отправиться туда, как свободный человек. В Иакова 4, 15 Говорится о молитве и о том, как нужно молиться. Перед этим стихом говорится о том, что люди строят планы и говорят, мы будем сделать это, то и другое. Иакова говорит, что вместо этого вы должны говорить так. Если Адонай хочет, чтобы это случилось, будем жить, и сможете сделать то или иное дело. Так как мы не имеем обещания о том, что Бог отвечает на любую нашу просьбу. Тогда мы должны это помнить и руководствоваться этим стихом. Мы должны знать, что Бог исполнит наши просьбы со своей мудростью, со своим пониманием и основываясь на своих желаниях. Поэтому это не означает, что любые наши просьбы будут удовлетворены. При этом нам стоит изливать свои истинные желания и нужды перед Богом. То же самое, как делал Давид в 50-м псалмике. Это тоже можете прочесть для себя. Также мы должны помнить о том, что Господа огорчают. Если мы не молимся в согласии с Писанием, это Его огорчает, поэтому нам нужно молиться в соответствии с Его Словом. Не требуя, чтобы Бог исполнил эти молитвы. И не зляясь, если что-то не выходит. Да будет воля Твоя, а не моя. Это то, что Ишуа сказал. У Него было больше прав, чем кого-либо из нас, чтобы просить и желать чего-то. Больше возможностей. Но Он подчинялся воле Отца. В личной молитве мы можем пользоваться Писанием также. Пользоваться ими как основой для наших направлений молитвенных. В Якове 4, 2-3 стих, говорится о том, что вы не имеете, потому что не просите. Иногда это обычная правда. Мы просто не просим Бога. Но дальше Он говорит о том, что иногда мы нас все равно просим, но не получаем. Потому что просим не так, как нужно. Если мы молимся и требуем ответа на нашу молитву, тогда мы просим неправильно. Молитвы злости и молитвы, когда мы жалуемся. Некоторые люди говорят, что это совершенно неправильно. Когда мы на молитве злимся и жалуемся. Конечно, мы не должны всегда плакать и жаловаться Богу. Но, как я вчера говорил, мы должны быть открытыми и честными перед Ним. Все равно Он знает, что в нашем сердце. Поэтому мы можем делиться этим с Ним. Это не плохо. Иов делал это. Например, Иова, 10 глава, с 1 по 7 стих. Иова, 21, 15. Говорится, что какую пользу мы будем иметь, если будем молиться Ему? Очевидно, что Писание нас ободряет молиться так же, когда мы жалуемся. И если мы читаем пророка Еремия, то видим, как он не раз делал это. Это были молитвы, жалобы и молитвы расстройства, неудовлетворенности. Он не был счастлив в отношении того, как все было. Сейчас я дам вам список примеров личной молитвы, как это описано в Писании. Все это можно найти в книге Псалмов. Сейчас, может быть, будет проблема с нумерацией. Псалом 16. Псалом 17, verses 1-15. И я просто посмотрю, как это начинается. 1-7. 1-15. Псалом 16, в общем. Это то, что вы можете прочитать. Псалом 71, 20 стих. Псалом 72, 20. Нет. А, sorry. 72. 72, 20. Псалом 72, 20. Псалом 72, 20. Псалом 72, 20. Псалом 72, 20. Да. Псалом 72, 20. Псалом 72, 20. Ты можешь это сделать за вас. Псалом 72, 20. read the whole psalm so they just need to read this verse 20? yeah these are his prayers these are his private prayers а, ну в общем, 20 стих, 71 псалом очень важный псалом да, один стих, там где сказано кончились молитвы Давида, сына Исеева все, кончились потому что все, что до этого это его личные псалмы он их записал то есть вам нужен ваш молитвенный дневник у кого-то есть такой? Вот мой. Всегда со мной. Это последний выпуск моего личного молитвенного дневника. Дома еще лежат коробки с предыдущими. Записывайте то, о чем вы молитесь. Как я это делаю? На одной стороне я пишу, о чем я молился. А следующую страничку оставляю пустой. И когда Бог отвечает, я пишу ответ. Чтобы напоминать себе. Введите этот молитвенный дневник. Потому что мы очень легко забываем. 65-й псалом с 1-го по 17. Down your ear, O Lord, hear me, for I am a poor and needy. No. 60, you said? 86. Sorry. 85-й псалом. Я извиняюсь. Не 65-й, 85-й. 85-й. Я извиняюсь. Я. С 1-го по... Ну, в общем, весь псалом. 90. Потом 89-й псалом. Also 1-17. The whole psalm, in other words. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Yes. Весь псалом. Интересно, вот... 101-й псалом потом. 102. 1-28. In other words, the whole psalm. Hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto you. Весь псалом тоже. Do not hide your face from me in the day, when I am in trouble. It's so interesting to read these in the understanding, that these were prayers. Интересно читать и понимать, что это все молитвы. Как мы молимся? О чем мы можем молиться? Вы можете найти много ответов здесь. Psalm 109, verse 4. 108-й псалом, стих. Сейчас поймем. Четвертый. За любовь мою они враждует на меня, а я молюсь. И, наконец, 141-й псалом. Весь, наверное. The whole psalm. I cried unto the Lord with my voice. With my voice unto the Lord, I did make my petition. Yeah? Yeah. Okay. All of those, все это прочитайте. Весь, выучите. И везде, в каждом, каждый псалом понятно, что это личная молитва. Итак, мы видим, что нам нужна наша личная молитва. И Писание ободряет нас иметь эту личную молитву. И именно подчеркивается вот этот момент личной молитву. Другими словами, выделите время, чтобы побыть наедине с Богом. Скажу так же, что это так же необходимо, когда вы состоите в браке. Когда я дома, когда мы собираемся, когда мы собираемся, делимся какими-то вещами. Может быть, мысли, которые у нас на сердце, то, что мы прочитали, может быть, сон какой-то был кому-то из нас. Это может быть многое. Но потом мы вместе молимся. Но каждый в отдельности имеет личное время с Богом. Это важно для вашего роста, вашего возрастания и зрелости, чтобы вы выделяли это время. Чтобы это было время отдельно от всех потрясений или суеты, чтобы вы могли быть сконцентрированы на Господе. Вам нужен не только молитвенный журнал, вам нужна также тетрадь. Почему? Потому что множество вещей будут мешать или вмешиваться в вашу молитву. Подумайте, вы вот хотите начать молитву, и вдруг вы вспоминаете, что вы что-то не доделали, кому-то не позвонили, или забыли мясо выложить с холодильника. В общем, все на вас наваливается внезапно. Поэтому вам нужна склеротичка, чтобы все туда записать и потом забыли. Когда вы закончите молиться, можете открыть и посмотреть, что вам там надо сделать. Потому что вам нужно избегать того, чтобы ваша молитва была чем-то потревожена. Сейчас перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...